Как заработать больше 30 тысяч гривен на антиквариате? На самом деле, друзья, важна ваша внимательность к тем вещам, которые могут быть у вас на даче или в деревне. Вот такой лот я увидел на Виолите. Это педальная машинка 1961 года. И я не знал, сколько стоят подобные советские игрушки. И они могут стоить действительно реальных денег. Сейчас мы узнаем, за сколько этот лот продался. Кстати, друзья, кто давно смотрит мой канал, знает, что я регулярно покупаю монеты антиквариат на Виолите. И сейчас новогодние праздники. Так что в этом видео я разыграю подарки от моих друзей этой площадки. А именно такие, как замечательную футболку большого L размера, брелок для крючей, обалденную сумку вот с такими часами. И такую тряпочку, думаю, это для протирки монет или линз для очков. Для участия просто будьте подписчиками моего канала и канала Виолити. И оставьте здесь любой комментарий. И я разыграю в прямом эфире в инстаграм. Ну, как только на этом видео будет, например, 100 лайков. Ну, давайте вернемся к советским дорогим игрушкам. К этой педальной машинке. За ней следило 546 человек. Друзья, представьте, какое огромное количество людей интересуется подобным направлением. Было сделано 76 ставок. И эта машинка продалась за 34 445 гривен. Я подумать не мог, что подобные машинки могут столько стоить. Но, конечно, все зависит еще от состояния, в котором находится конкретно ваша игрушка. От того, какого она года наверняка. Но я поеду, наверное, посмотрю в деревню. Если у меня какие-то интересные такие вещи, обязательно сниму об этом ролик. Напишите, как вам такая находка на чердаке. И, друзья, пишите обязательно комментарии прямо здесь под этим роликом для участия в конкурсе с подарками от Виолити. Надеюсь, до Нового года мы все разыграем. Я отправлю. А еще вот я вчера проводил розыгрыш 20 билетов в Харьковский исторический музей на прямом эфире в инстаграме. Он, кстати, сохранен. Новых 10 гривен, вот этой монетки, которую вы сейчас видите. И серебряника, копию серебряника Владимира. Давайте посмотрим итоги, кто получает эти все подарки. Огромное количество победителей. Пожалуйста, свяжитесь со мной, победители. И давайте смотреть запись прямой трансляции. Так, друзья, для участия в этом конкурсе необходимо было оставить комментарий здесь. И быть просто подписчиком канала Фартовый коллекционер. Друзья, чтобы разыграть вот эту десятку. Мы берем ссылочку на видеоролик, в котором мы разыгрываем монетку 10 гривен с бесплатной доставкой от канала Фартовый коллекционер. И вставляем в привычный нам сервис Лиза ОНЕР. И настраиваем, чтобы у нас проверялась проверка подписки у нас была. Сейчас посмотрим, правильно. Комментариев, кстати, не так и много. 10 гривен новинка. Комментариев не так и много, так что шансы есть всего 290 комментариев. Шансы есть у каждого получше, чем в любой лотерее. Вот. Ну что, давайте поехали. Надеюсь, сейчас мы быстро определим сразу победителя. Определяется очень большая скорость. И это у нас победитель Станислав. Написал, что просто переживает, что магазин не работает, но не подписан или список подписки скрыт. Давайте другого участника. Также не показывается подписка на мой канал. К сожалению, видите, с монетой не все так стало бы просто. Давайте еще раз, друзья, проверяйте, чтобы вы были подписаны и у вас был открыт список подписок. Я об этом всегда-всегда говорю. Давайте еще раз. Собиратель монет. Ну что ж, Собиратель монет. Видите, как красиво, что вы подписаны на мой канал. Я поздравляю. Это просто замечательно. Вы получаете подарок, бесплатную монетку с доставкой от меня. Фартовый коллекционер. Вот такую монетку. Десантно-штурмовые войска. Давайте переходить к следующим подаркам. Вот это видео. Но тут важным условием нужно быть подписанным. Вот посмотрите, в условиях у нас написано. Быть подписанным каналом Фартовый коллекционер и подписчиком канала Музея. То есть мы 10 человек, мы проверим, что люди подписались на канал Музея. Друзья, обязательно подпишитесь. Мы с ними будем делать еще другие совместные розыгрыши. Поэтому обязательно следите за этим. Значит, что мы проверяем? Мы проверяем подписку на мой канал. Так, ну что, поехали. Итак, первый у нас познавательно. Первый канал есть. Но подписан ли он на канал Музея. Давайте посмотрим каналы, на которые он подписан. Откроем подписки. Вот Харьковский музей. У них вот значочек вот такой вот. Харьковский исторический музей. Так, друзья, давайте, может, вы у него можете посмотреть, если здесь этот канал. Мне бы очень хотелось, чтобы первый победитель, который получит два билета, был подписчиком Музея. Видим много-много подписок. Ребята, посмотрите, пожалуйста, видите ли вы. Здесь канал, там вижу, Комаровский, Дройдер. Так, Magic Money. Ну, всё хорошо. Все каналы знакомые. Смотрим. Есть. Харьковский исторический музей. Есть. Отличный. Первый победитель у нас определился. Это просто замечательно, друзья. Вот наш первый победитель. Давайте, давайте я сделаю скриншот этого победителя. Он получает у нас что? Два билета в Харьковский исторический музей. Так, давайте дальше. Сейчас я буду где-то фиксировать себе ещё, наверное, чтобы не сбиться в телефоне, сколько мы разыграли билетов. И если человек не из Харькова, он сможет передать эту возможность посетить музей своим друзьям, не знаю, передавить родственникам. Это, скажем так, важный момент. Вот. Так, первый у нас есть. Дальше. Следующий. Ну что ж, давайте погнали следующего победителя. Второй победитель из десяти. Отлично. Олег, Олег, поздравляем Олега. Сейчас проверим, подписан ли он на наш канал, на канал. Так. Видим, подписан на Лапец. Пиццу мы с ними разыгрывали, друзья. Это хороший знак. То есть есть шанс, что и на Сажу подписан на Лавку удовольствий. Есть шанс, что он смотрит все-все-все каналы и получит второй билет. На мой Монетомания второй канал подписан. Слушайте, прям все каналы знакомы. Есть Харьковский исторический музей, есть подписка. Это замечательно. Поздравляем тебя, Олег. Ты получаешь два билета в исторический музей на все экспозиции на разных этажах. Не знаю, есть ли участник среди нас или нет. Здесь в онлайн-трансляции, в инстаграм, который мы сейчас проводим. Давайте. Значит, у нас... Это был второй участник. Давайте дальше проверяем. Следующего. Подписка есть. Давайте откроем. Видите, люди смотрят, выполняют условия и участвуют в розыгрышах, выигрывают. Собственно, это так и работает. Так, есть Харьковский исторический музей, подписка есть. Ребят, 426 подписчиков. На самом деле, я обещал, когда у них будет 500. Но очень хочется, чтобы на Новый год мы успели, люди сходили, возможно, с детками или с кем захотите. Поэтому чуть-чуть раньше мы проведем итоги. В любом случае, я думаю, вы поддержите этот канал, потому что он очень-очень качественный и крутой. Так, это у нас был третий победитель. Правильно? У нас третий. Дальше. Погнали. Сейчас будет у нас четвертый. Подписан. Андрей. Давайте посмотрим. У него даже есть обзоры монет. Так, каналы. Так что я уже ничего не вижу, ребят. Напишите, кстати, кто из какого города. Интересно, каких городов вы смотрите. Видим тоже Лапец. Мой канал. Здорово, здорово, здорово. Мишу Нумизматикс видим. Сашин канал. Так, и других ребят, которые снимают. Кстати, очень качественный контент. Вадим. Нумизмат Дима Лаврик. Так, так, так. Где же, где же? Так, Magic Money. Монета Мания. Так. Дородно. В заметке Нумизмата. Замечательный канал, кстати. Очень советую. Так, так. Ребята, видите, нет? Что-то я не наблюдаю у нас этого канала. Есть. Все. Исторический музей. Красавчик. Поздравляю. Молодец. Андрей. Это у нас был четвертый победитель. Все отлично. За скриншотом сейчас его победу. Так, давайте дальше. Следующий у нас. Давайте пятого победителя. Так, к сожалению, Таня Николаева нет в невидимой вашей подписке. Не сможем проверить ни на наш канал, ни на канал музея. Если вы здесь в Инстаграм, отпишитесь. Нет, не в Инстаграм, не в прямой трансляции. К сожалению. Так. Так, тут тоже нет подписки. Список подписок скрыт. Есть Александр. Оценка. Давайте посмотрим его подписки. Все ли выполнено. Вот видите, у нас нашим условием будет, конечно же, при розыгрыше подарков от Виолити, это быть подписанным на канал Виолити. Так что обязательно подпишите, чтобы у вас был список подписок открыт. Видим, все, Харьковский музей, все отлично. Александр, красавчик, поздравляем. Это у нас уже пятый победитель, который получает билеты. У нас два билета. Давайте дальше. Пять победителей. Еще пять. Еще пять человек. Иван. Так, Иван. Давайте посмотрим, Ваня, твой канал. Твои подписки. Мы видим, что мой канал. Есть Харьковский исторический музей. Все четко выполнено. Красавчик. Это у нас шестой победитель. Есть. Берем, сделаем скриншоты и сохраняем его. Дальше. Седьмой победитель. Так, седьмой победитель. Так, у нас подписался Игорь. Ну что такое? Не видимый ваш список подписок. Так, не могу никак. Сейчас условия конкурса не могу нарушать, потому что так это было важно для всех участников. Не могу. Так, есть следующий у нас подписчик. Дмитрий. Есть подписка на канал Фартовый коллекционер. Смотрим, подписка ли есть на музей. В поисках золотой старины смотрю то же самое, как этот канал периодически. Замечательный канал. Ну, сразу видно, да, какие каналы вы смотрите. И это мои коллеги, с кем я лично общаюсь, знаком со многими. Лично встречался в Одессе, в Киеве, в Харькове. Ну, с кем-то. Западная Украина. Так, друзья, не вижу, не вижу пока исторический музей. Беленькая аватарка. Покажите мне, пожалуйста, есть ли она здесь. Такое ощущение, что нет. Даже. Так, Цитрус, Дима Лаврик. Не вижу. Виволити-шоп даже есть. Так, ну где-где. Может быть, это я уже вечером не могу найти. Ну вот, тут, видите, сразу такой вот логотип. Харьковский историчный музей. Ладно, давайте попробуем как-то по-другому. Я Ctrl-F в поиске напишу. Ctrl-F не работает у нас. Так, не хочется кого-то обидеть, поэтому я тщательно пытаюсь проверить. Ну нет, нету. Видимо, я решил не подписываться на канал музея. Хотя для этого проекта очень важно сейчас, чтобы было тысяча подписчиков, чтобы можно было выкладывать фотографии из музея в сообщество. Так что, друзья, кто смотрит, обязательно подпишитесь на канал Харьковского исторического музея. Это действительно... Ребята снимают очень сложный контент и интересный. Не вижу, не вижу. К сожалению, Дмитрий, извините, посмотрел несколько раз. Ребята, кто в онлайн-трансляции, ну, если вдруг, конечно, вы что-то заметили, напишите мне, но я не наблюдаю здесь подписки на Харьковский музей исторический. Хотя бы до этого у нас было все четко и гладко с этим всем делом. Да, к сожалению, к сожалению, два билета в музей не могу вам подарить, чтобы и не подписано на, собственно, этот музей. Давайте закроем. Давайте дальше. У нас следующий участник. Да, нет, спасибо. Так, подписка Олег есть. Давайте проверим. Спасибо большое, что, ребята, тоже помогайте, просматривайте, потому что к вечеру уже полдесятого можно не заметить, но я очень внимательно просматриваю, потому что для музея это важно. Так, значит, тут смотрим. Велсаком, ну, каналы, которые мы все знаем, да, Миллионники. У меня что-то такое впечатляет, что здесь тоже не будет. Хотя у Константин Шаповалов, я смотрю, мы с ним знакомы, интервью брал у него в Киеве по замечательным картинам, да. Есть, слава богу, молодец, Олег, красавчик. Есть, берем, это у нас седьмой победитель получает. Два билета, мы еще к монетам перейдем. Так, седьмой победитель. Так, давайте дальше. Где наш? А, да, вот он. Дальше, погнали. Следующее. Так, подписки скрыты, не видно ничего. Хороший музей. Далека. Ну, видите, бачите, вам далека, и вы еще список подписок не открыли. Не могу вам вручить музей. Юрий Николаев. Также не видим у вас свои подписки. Так, Стас, давайте посмотрим. Мне кажется, должно быть все хорошо. Так, у нас каналы. Подписки. Слушай, много призов как-то вот. Семь призов уже, мы, видите, так долго проверяем с вами. А если 10, там, или там, или 100 призов разыгрывать, это весь день, надо сидеть. Есть исторический музей, у нас есть. Отлично, у нас побеждает Стас. Давайте мы сохраним его. Так, это был у нас восьмой. Сергей, еще, еще два победителя, 4 билета еще. Погнали. Оп. Так, Сергей. Так, что вы тут что-то пишете? Ага, никто ничего не пишет. Отлично. Смотрите все за тем, кто же у нас побеждает. Слушайте, мне традиция интересная. Может быть, почаще, побольше брать подарков разных, чтобы вот так с вами просто смотреть, выбирать. Какие-то гивэвэи надо проводить, наверное, да? Так, ну смотрите, где наши каналы? Подписан на фартовый коллекционер. Немножечко геймерских каналов. И на этом все закончилось. Я аукцион контейнеров. Ну, я тоже, конечно, смотрю этот канал. Ну, все. Нету ничего. А как же, а как же канал исторического музея? Нету. Нету вот здесь. Это, конечно, грустно. Так, извините, но сейчас все проверено. Вроде все нажали подписки, открыли. Да, все, что было. Так, давайте следующего тогда. Так, ой, 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 я, видимо, нажал. Заново сделать, но это ничего страшного. Так. Ничего страшного, потому что я могу перезапустить. Мы знаем, главное, что у нас 8 подписчиков, 8 человек уже выиграло. Так, мы заново перезбросим эту штуку. Оно проанализирует нам комментарии еще раз. Так. Бачьте далеко. Второй раз, видите, выпадает человек, но не попадает. Ага, нет, список подписок скрыт. Подписок скрыт. Спасибо. За то, что похвалили мой формат. Буду стараться. Шикарный ролик. Игорь, Игорь, Игорь Хмарский, давайте посмотрим, подписаны ли вы на наших друзей. Каналы. Каналы. Есть. Есть. Харьковский исторический музей. Есть. Замечательно. Игорь, поздравляем. Два билета к вам отправляются. Это был девятый человек. Так. И финальные два билета. Финальные два билета у нас отправляются. Давайте посмотрим, кому. Хорошо, что я никак не могу попасть. Ёлки-палки. Заново проиндексируем. Может, кто-то успел написать комментарий. Так. Олас. Олас. Что у вас за каналы в подписках? Давайте посмотрим. Итак, смотрим, что здесь, конечно же, в харьковой коллекционер Михаил Поплавский. Необычный формат. Есть. Харьковский исторический музей. Есть. Отлично. Это у нас финальный победитель. Вот он у нас. Олас. Поздравляю. Я всем отвечу в комментариях. Так, друзья. Теперь. А теперь мы разыграем наш суперприз. Мы разыграем монетку с копию, копию Сребляника Владимира. Да. Вот так она выглядит. С бесплатной доставкой от меня. Вот такая замечательная монетка. Фух. Так. Юля, привет. О, у нас к нам присоединяются наши друзья. Юля, сотрудница музея. Очень рад видеть на эфире. Спасибо большое, что зашли. Билеты вы готовите. Сейчас мы разыграем, собственно, самый главный приз. Эту монетку, которая была и в ролике. Мы заново проиндексируем наши 73 комментария, друзья. Ну, это просто смешно. Очень высокие шансы победить были у каждого, кто написал хоть какой-то комментарий. И был подписан на канал, на мой и, конечно же, на канал наших друзей исторического музея. Ну, что. Так. Погнали. Напишите мне какой-нибудь огонечек или еще что-нибудь, кто готов, чтобы мы разыграли. Ну, что. Поехали. Старт. И эта монетка отправляется. Главное быть подписчиком. Так. Сейчас. Евгения проверим. Есть ли у Евгения подписка на музей или нет? Так, так, так. Господи, сколько каналов. У меня, конечно, у самого там где-то около 500 каналов. Есть. Харьковский исторический музей. Есть. Подписка. Друзья, вот он у нас победитель. Евгений. Который получает монетку. Уху. Итак, давайте подведем итоги. Десантников мы с вами разыграли. Эту монету разыграли. И 10 билетов в музей мы разыграли. Что у нас осталось по конкурсам? Осталось 2 гривны в золоте. Осталось у нас 10 гривен в золоте. Но это не сейчас, как только будет 150 тысяч. Давайте дожмем. Гривна в серебре. Недавних роликов с василем. Про 10 копеек. Мы там ее разыграем. Покрытое настоящим серебром. И придет, значит, такой приз, упаковка, значит, годовой набор монет Украины, покрытый настоящим золотом. Я случайным образом выберу любой ролик на канале. И мы разыграем вот таким вот образом, как мы сейчас с вами это сделали. Так что, друзья, я прошу вас, пишите комментарии под каждым роликом. Будьте подписаны. И удача вам улыбнется. Вам обязательно подфартит, как вы видели сегодня у нас в этом прямом эфире. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Ставьте лайки, оставляйте комментарии под этим розыгрышем. И до новых встреч, друзья.